Здравствуйте! С вами Сергей Воронин. Избирательная кампания в Соединенных Штатах вызывает и в России не меньший интерес, чем Олимпийские игры или чемпионат мира по футболу. И сегодня экс-госсекретарь Госдепартамента США Хилари Клинтон объявила о своей победе в борьбе за выдвижение на пост кандидата в президенты Соединенных Штатов Америки. После всей нашей тяжелой работы и жесткой борьбы и неуклонной приверженности любить и относиться со вниманием к нашей стране и друг другу, мы разбили один из самых высоких и самых твердых стеклянных потолков в Америке. Вместе мы обеспечили демократическую номинацию. Впервые женщина станет кандидатом от одной из главных партий на пост президента Соединенных Штатов. Хилари Клинтон отметила, что ей удалось разбить стеклянный потолок. Что она имеет в виду? Стеклянным потолком в Соединенных Штатах называют систему взглядов, которая не позволяет женщинам занимать руководящие посты в Соединенных Штатах. На сегодняшний день у Хилари Клинтон достаточно уверенные преимущества. Она на 11% обгоняет своего конкурента Дональда Трампа. Хилари Клинтон по статистике и по опросам социологов поддерживает 46% потенциальных избирателей, Дональда Трампа – 35%. И еще 19% американских избирателей пока не определились со своим мнением, за кого они отдадут свои голоса на грядущих выборах. Официально Хилари Клинтон будет выдвинута в кандидаты в президенты 25-28 июля в Филадельфии, штата Пенсильвания, когда пройдет съезд Демократической партии. И это будет началом уже открытой избирательной гонки на пост президента США. Математически Хилари Клинтон на сегодняшний день абсолютно опередила Берни Сандерса. Однако Берни Сандерс заявил, что он не планирует выбывать из гонки и будет продолжать бороться за пост кандидата президента Соединенных Штатов. В следующий вторник мы продолжим праймерец в Вашингтоне. Мы продолжим ожесточенную борьбу, чтобы выиграть первичные выборы. Дональд Трамп также выполнил свою кампанию и набрал нужное количество голосов. 1477. Его поддержали выборщики от Республиканской партии. Соответственно, Хилари Клинтон набрала 2383 голоса выборщика от Демократической партии. Этот перевес понятен, учитывая то соотношение на сегодняшний день по голосам выборщиков, которое есть в Соединенных Штатах в поддержку демократов и республиканцев. Трамп также официально будет объявлен кандидатом в президенты Соединенных Штатов на съезде, соответственно, Республиканской партии, который пройдет 18-21 июля в городе Кливленде, штате Огайо. После этих съездов Трамп и Хилари Клинтон сойдутся уже на политическом ринге, на котором будут биться до 8 ноября 2016 года, когда американцы и весь мир узнают о результатах выборов и узнают, кто же стал президентом Соединенных Штатов. При этом эксперты в Америке полагают, что Хилари Клинтон и в этом смысле больше повезло, чем Трампу, поскольку съезд демократов заканчивается 28 июля, съезд республиканцев 21 июля, ну а по бытовой логике обычно запоминается то слово, которое сказано последним. Для нас прежде всего интересно понять, что будет после выборов, кто станет из данных кандидатов американским президентом, на каком фоне проходит избирательная кампания в Соединенных Штатах, какие факторы влияют на избирательную гонку, которая сейчас проходит в Америке, и самое главное, и эту интригу мы оставим к финалу нашей беседы, как выбор американского президента, его кандидатура, его персоналия в случае победы или Дональда Трампа, или Хилари Клинтон повлияет на российско-американские взаимоотношения. Начнем с факторов. Первый фактор сегодня это электорат, который очень сильно поменялся за последние 8-10 лет. Дело в том, что значительно нарастили свой потенциал именно демократы за счет испаноязычного электората, испаноязычных граждан Соединенных Штатов, которые традиционно поддерживают демократов. При этом республиканцы, как проводящие консервативную идеологию политики, находятся, в общем-то, в довольно глубоком кризисе. Республиканцы с своими консервативными ценностями сегодня потеряли американскую молодежь. Но наряду с тем, что политика Обамы стала провальной, неожиданно с появлением Дональда Трампа, который дает такой шанс республиканцам, молодежь начала поворачивать свою голову вправо, и вот этот сдвиг в сторону консервативных ценностей благодаря яркому лидеру Трампу начинает происходить. Поскольку всем надоела, в общем-то, абсолютно безвольная политика Обамы, которая к концу его президентства стала откровенно провальной. Таким образом, республиканцам был нужен яркий политический лидер-реформатор, и, видимо, его нашли в виде Дональда Трампа. Дональд Трамп, 69 лет, родился в Нью-Йорке в семье миллионера. Отец был предпринимателем в сфере недвижимости. Дональд – четвертый из пяти детей. Подросткам его отправили в военную академию в надежде привить мальчику дисциплину. На летних каникулах он работал на стройплощадках компании отца. Получил образование экономиста, карьеру начал в семейной фирме. Затем попробовал себя в авиа- и игорном бизнесе, а также на телевидении. Жена третьим браком, у него пятеро детей. По оценкам журнала Forbes, состояние Трампа оценивается в 4 миллиарда долларов. Сам он озвучил сумму более чем 9 миллиардов. В 2015 году объявил об участии в президентской гонке. Считает политкорректность одной из основных проблем США. Из-за провокационных высказываний в отношении мигрантов из Мексики, женщин и пародирования журналиста-инвалида, Трампа обвинили в расизме, сексизме и душевной черствости. Собирается делать упор на проблемы экономики, создание рабочих мест и выстраивание жесткой политики по отношению к Китаю и Саудовской Аравии. Если говорить о политическом весе Хилари Клинтона и Трампа, то здесь, конечно, пока счет не в пользу Трампа. Хилари при всех своих изъянах искушенный и многоопытный политик. Трампу при всем его эпатаже не хватает политического опыта, и поэтому ему довольно непросто в этой гонке. Также эта гонка проходит на фоне жесткого обострения российско-американского противостояния. Никогда еще в Соединенных Штатах 80% американцев не считали Российскую Федерацию недружественной страной. Более того, как хорошо известно, идет постоянная демонизация России, демонизация Путина, и откровенная русофобия льется со средств массовой информации. Вот на таком фоне, с такими факторами, проходит на сегодняшний день американская выборная кампания. Не лишне вспомнить и о механизме выборов, которые действуют в Соединенных Штатах. Я думаю, что на этом остановиться тоже будет не безинтересно. Существует институт прямых выборов. Это так называемые праймерис, это первичные прямые выборы. Они проводятся, как правило, в 30 штатах. Их результаты считаются предварительными. Как раз вот на этих праймерис проиграл Берни Сандерс у Хилари Клинтон, но проиграл не риторически и даже, наверное, не как политический деятель, а проиграл в связи с известной и всеопределяющей банальной причиной. Финансовый ресурс Хилари Клинтон оказался значительно более мощным, поскольку ее поддерживают не только партнеры по политическому блоку, но и банкиры с Уолл-стрит. Соответственно, когда прошли праймерис, в дело вступает коллегия выборщиков. Ведь, как известно, в ноябре 2016 года американцы не будут напрямую голосовать за Дональда Трампа или за Хилари Клинтон. Американские выборы носят косвенный характер. Они будут делегировать свои голоса коллегии выборщиков. И для того, чтобы победил один или другой кандидат, он должен набрать не менее 270 голосов этой коллегии выборщиков. Откуда берется эта коллегия выборщиков? Кандидаты в нее приходят от политических партий. И мне кажется, что вот эта американская система псевдо-либеральной демократии сейчас распространилась не только на политическую сферу, но и проникла, скажем, в музыкальный шоу-бизнес, поскольку Евровидение 2016 проходило точно по американской выборной президентской модели. Как хорошо мы помним, впервые о том, кто будет победителем музыкального конкурса, решали не телезрители, а некое жюри, некая коллегия выборщиков. Таким образом, когда есть такое жюри на Евровидении и когда есть такая коллегия выборщиков в избирательной гонке в США, всегда достаточно четко можно контролировать сам процесс выборов и назначать того кандидата, который нужен, который угоден. Борьба Дональда Трампа и Хиллари Клинтон, проходящей, которая будет продолжаться, носит все характеры обычного политического реалити-шоу, которое обычно происходит в Соединенных Штатах. Вытрясается колоссальное количество грязного белья, и Дональд Трамп и Хиллари Клинтон сыпят в адрес друг друга обвинения и упреки. Трамп считает, что Клинтон совершила огромное количество ошибок, на фоне которых его преимущество только растет. Противники Хиллари Клинтон регулярно используют в своей критике различные ошибки, допущенные ей во время работы госсекретарем США. Так, в марте 2015 года стало известно, что Клинтон в течение четырех лет отправлял служебные письма с личной почты. Серьезная переписка, в том числе касавшаяся вопросов государственной безопасности, велась с нарушениями всех правил. Так, с 2009 по 2013 год с ее личной почтой адресатом уходила информация, касающаяся положения дел в Иране, Ливии, Венесуэле, Киргизии и на Ближнем Востоке. В то время как должна она была ослать эти письма исключительно через правительственную электронную систему с дополнительной защитой. В Госдепартаменте заявили, что к переписке Клинтон могли получить доступ хакеры и спецслужбы других государств. В результате Клинтон стала фигурантом расследования специальной комиссии Сената и была вынуждена давать объяснение своим неосторожным действиям. Было установлено, что с личной почты Клинтон отправила как минимум 1200 писем с госсекретами. В итоге Хиллари Клинтон пришлось публично оправдываться. Серьезного наказания ей, впрочем, удалось избежать. Также Хиллари Клинтон часто припоминают ее неоднозначную деятельность на посту госсекретаря. В частности, ее роль в стержении режима ливийского лидера Муаммара Каддафи. После вооруженного вмешательства США в Ливии началась гражданская война, которая унесла жизни десятков тысяч человек и не прекращается до сих пор. Сам Каддафи был зверски убит боевиками. Известие о смерти лидера другого государства вызвало нескрываемую радость к спаже Клинтон. Этот момент, запечатленный операторами, облетел телеэкраны всего мира. Трамп не чурается напомнить американцам и о прошлом ее мужа Билла Клинтона, ольковных историй с Моникой Левински и о том, как сама Хиллари бивала своего мужа Билла за супружеские измены. Напоминает Трамп также американцам и о том, что миллионы сделало семейство Клинтон на правительственных контрактах в период пребывания Билла Клинтона в Белом доме. Но Хиллари Клинтон тоже не остается в долгу. И она считает, что Дональд Трамп не может быть президентом. У него просто нет президентского потенциала. Клинтон отмечает, что когда Трамп говорит о Великой Америке, это означает с точностью, да наоборот, что Америка должна быть отброшена назад. Клинтон напоминает, что Трамп хочет разделить американцев стеной и также отделить стеной Мексику от Соединенных Штатов. Клинтон также напоминает о том, что Дональд Трамп называет всех женщин свиньями, а заодно и считает, что он плохой президент на том основании, что он мексиканец. И в целом Клинтон считает, что избрание Дональда Трампа будет исторической ошибкой в Соединенных Штатах, а избрание Хиллари Клинтон дает Америке исторический шанс. Итак, мы возвращаемся к одному из самых для нас, как мне кажется, важных и интересных вопросов. Что для России будет означать избрание или Хиллари Клинтон, или Дональда Трампа? Большинство россиян, как свидетельствуют опросы, поддерживают Дональда Трампа. И, собственно, эта поддержка не вызывает никакого удивления. По одной простой причине, что Хиллари Клинтон в целом особо малоприятная. Клинтон никогда не скрывала своего отвращения к России. Это прямая цитата. То есть она является законченной русофобкой. Дональд Трамп на этом фоне более близок россиянам, как эпатажный миллиардер, при этом бросающий вызов американской элите и стеблишменту, но при этом являющейся частью этой элиты. В целом, Дональд Трамп, как республиканец, это шанс на обновление Америки. А Хиллари Клинтон – это уверенное движение по пути уменьшения американской гегемонии. При этом многие россияне полагают, что избрание президентом США Дональда Трампа улучшит взаимоотношения между Россией и Америкой, тем более, что у Трампа есть несколько высказываний в стиле, что я бы с Путиным договорился, и тому подобное. А вот это навряд ли. И здесь мне бы хотелось это заблуждение развеять. Дело в том, что исторические республиканцы значительно более хитры, дипломатичны, маневренны и стратегически просчитывают свои ходы. Давайте не будем с вами забывать о том, что Рональд Рейган когда-то объявлял Советский Союз империи зла, но, однако, это нисколько не помешало ему принять Горбачевскую разрядку, Горбачевскую перестройку, новое мышление и воспользоваться историческим шансом для сближения в американских интересах. Не будем забывать также и о том, что Буш-старший выступал, резко выступал за сохранение, а не за развал Советского Союза. Более того, Буш-старший даже не поленился в свое время слетать в Киев, чтобы объяснить украинской элите, что не надо стремиться к незалежности и гораздо проще, уютнее и спокойнее остаться в рамках Советского Союза. Однако, как показывает опыт, украинская элита к Бушу-старшему не прислушалась. Что это означает? Означает ли это, что республиканцы так хорошо относятся к России, а в свое время к Советскому Союзу? Нет. Это означает с точностью до-наоборот. Их логика абсолютно иная. Если мы остановились на Украине, здесь хотелось бы привести еще два примера того, как отличаются подходы республиканцев и подходы демократов. Демократы в начале 90-х выступали за так называемый, и продолжают выступать, статистический рациональный подход. Например, в российско-украинских отношениях они считали и продолжают считать, что нужно инспирировать российско-украинскую войну. Республиканцы придерживаются совершенно иной позиции. Причем, среди тех, кто высказывается на эту тему, такие теоретики, как Патрик Даниэл Майнегам, даже предсловутый Збигнев-Бжезинский, Сэммул Хантингтон, которые говорят о том, что есть иной подход, цивилизационный. И он говорит о том, что Украина находится, как страна, на линии разлома. У нее есть восточная православная часть, и есть униатская западная. И любой конфликт с Россией приведет к уничтожению Украины, как государству, к исчезновению Украины с политической карты, что еще приблизит Российскую Федерацию к Европе. Не будем забывать, что вхождение гипотетически и теоретическое, вхождение Украины в состав России всегда было ужасом для американских теоретиков. Збигнев-Бжезинский в своей знаменитой монографии «Великая шахматная доска» писал, что без Украины Россия не империя, а с Украиной империя. Так вот, возникает вопрос, и этот вопрос сейчас задают республиканцы. Так зачем же демократы подталкивают Украину к тому самому губительному развитию событий, который приведет только к проблемам для американцев? И второй подход, это тоже начало 90-х, демократы выступали за то, чтобы Украина получила ядерное оружие. Республиканцы заявляли о том, что это также путь гибели, и говорили о том, что Украине не нужно обладать ядерным оружием, а напротив стремиться к сближению, к сохранению связи и контактов с Российской Федерацией. При этом республиканцы, конечно же, пытаясь сохранить Советский Союз в начале 90-х, делали это не из заботы о нас с вами. Просто это была красивая, эффектная политическая операция, нацеленная на то, чтобы, сохранив ослабленный и обветшавший, но единый Советский Союз, таскать каштаны из огня в пользу американской гегемонии его руками, еще выгоднее, чем это делает сейчас ЕС. СССР должен был выполнять эту роль. Но все пошло не так, потому что пришло семейство Клинтон, и все испортило. Пришли демократы, и испортили эту эффектную политическую партию, суть которой у республиканцев сводилась к тому, чтобы обеспечить американскую гегемонию с минимум затрат. Пришедшие к власти демократы в 90-е годы начали делать все с точностью до наоборот. Они начали напирать, они начали сдерживать, они начали расширять, двигая НАТО на восток. Причем, пытаясь завладеть под свое, так сказать, управление теми территориями, которые стратегически-то и не были важны для обеспечения глобальной американской гегемонии. Американцы активно начали проникать на постсоветское пространство, осуществили югославскую авантюру и в целом начали разговаривать в течение всех 90-х с Москвой в приказном тоне. С начала 90-х годов лояльное мнение российских граждан в адрес Соединенных Штатов к концу 90-х сменилось на диаметрально противоположное. Таким образом, демократы добились того, чего хотели. Они вступили в гонку на сжигание ресурса. И Обама эту работу уверенно продолжил. При этом мы должны понимать и констатировать к концу президентского срока Барака Обамы, что этот человек в принципе не был совместим с такой тяжелейшей и фундаментальной деятельностью, как президентство. Обама показал, что он абсолютно не разбирается во внешней политике. И более того, нобелевский лауреат мира Барак Обама провел за свое президентство наибольшее для Соединенных Штатов количество гуманитарных, так называемых, гуманитарных интервенций, а именно провел в жизни соответствующие конфликты. Таким образом, на сегодняшний день перед американцами стоит очень четкий выбор. Как идти дальше? На какого президента делать ставку? Если это будет ставка на Хиллари Клинтон, и она станет президентом, это будет движение по вышеописанному пути, это будет продолжение конфронтации с Россией и со всем миром, создание конфликтных ситуаций, сжигание ресурсов и в конечном счете увядание американской гегемонии. В случае победы Хиллари Клинтон Российская Федерация столкнется с неприкрытой угрозой гипотетической войны, столкнется с хамством, столкнется с истериками и неприкрытым давлением. Но, однако, всех нас с вами должно успокаивать то, что не Хиллари Клинтон будет принимать решение нажимать на кнопку или нет. Мы прекрасно знаем, что за американским президентом всегда стоит так называемая закулиса, которая значительно более уравновешена, чем Хиллари Клинтон. Итак, если делается ставка на Клинтон и она становится президентом США, Россия получает малоприятного, но предсказуемого и хорошо просчитываемого политического противника-партнера, который будет идти по пути снижения американской гегемонии через повышение конфликтности в мире. С Трампом все совсем по-другому. Трамп – это сосредоточие тех плюсов, которые есть у республиканцев. Такая квинтэссенция республиканцев. У него также мало моральных обязательств перед кем-либо, как и у Хиллари Клинтон. Но он более реально смотрит на вещи. Дональд Трамп очень хорошо понимает, что для того, чтобы Америка шла дальше, надо прежде всего заняться наведением порядка внутри страны, сконцентрировать усилия на внутренней политике, оздоровить финансы, оздоровить экономическую систему Соединенных Штатов. То есть, условно говоря, Соединенным Штатам требуется мирная передышка в их движении. При этом заблуждением будет считать, что Дональд Трамп – эпатажный одиночка. Это не так. Никогда бы он не начал по всем американским писанным и неписанным законам предвыборную кампанию без одобрения тех, кто многое решает. Эти названия нам хорошо известны. Тройственная комиссия и Бильдербергский клуб – это все те, кто принимают решения. И в этом смысле Трампа, конечно, поддерживают в том числе и серьезные финансовые силы. В принципе, та программа, которую предлагает на сегодняшний день Трамп для Америки – это программа, чем-то напоминающая раннего Путина, начала 2000-х. Каковы основные предложения повестки дня Дональда Трампа? Первое. Снижение внутренней конфликтности, снижение того потенциала обострения, который возник между Российской Федерацией и США, временный уход Соединенных Штатов от конфликтов, но с сохранением лица. Второе – это полностью погружение во внутреннюю политику. Наконец, третье. Дональд Трамп полагает, что если Соединенные Штаты на время уйдут из роли мирового жандарма, заполненный вакуум приведет к тому, что те геополитические игроки, которые остались на поле, начнут делить его между собой. И здесь Соединенные Штаты могут по классической римской традиции разделяя и властвуй стравить этих игроков друг с другом с меньшими затратами, получив тот же эффект, который сейчас Обама реализует через свои гуманитарные интервенции. Таким образом, очевидно, что Трамп – это путь к возрождению Соединенных Штатов Америки, а Хиллари Клинтон – это уверенное движение Соединенных Штатов в бездну. Причем после Хиллари Клинтон уже никакой Дональд Трамп Соединенные Штаты Америки не спасет. На сегодня все. Оставайтесь с теми. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok